Всем привет, с вами Шоки и сегодня мы поговорим о патчноутах 2.6, якобы полных патчноутах, ну не знаю, тут много инфы не добавлено, поэтому какие они полные, непонятно. Ладненько, в начале у нас предисловие, тут рассказывается, что типа в новой лиге все стартанет заново и новая экономика и бла-бла-бла, ну в общем то, что всегда рассказывают в начале лиги. Говорят о том, какая лига будет, Legacy League, я думаю все знают. Далее говорится про испытания, что за что дается, там за 12, за 24, за 36, то есть если кто не знает, посмотрите мое прошлое видео. Ну и начиная с 19-го испытания, опять же про тотемчик рассказывается. Дальше у нас идет про Solo Self-Found, из самого жестокого, конечно то, что нихрена не будет повышена Rarity и Quantity в этом режиме, поэтому какие-то только мазохисты реально будут в Solo Self-Found играть. Я точно туда не полезу, потому что такие спартанские условия, где не повышены Rarity и Quantity, так еще и торговаться нельзя, короче, бесполезное занятие, не знаю. Может конечно кому-то важно, но я точно там не буду участвовать. Ну и да, опять же сказано, что можно будет выйти из Solo Self-Found, если вам надоест, но вернуться обратно уже нельзя. Далее у нас идут какие-то вообще непонятные изменения, тут типа на заставе львиного глаза появилась лестница, ну немножко декора добавили, не знаю, важно, нет, вряд ли кто-то заметит. 12 новых уникальных самоцветов с порогом действия, к сожалению не показаны какие именно, на какие камни, короче ничего там. Некоторые были анонсированы, но вот полного списка, к сожалению, нет. Опять же добавлено 12 новых уникальных предметов и никакой инфы, что за вещи, какими аффиксами обладают. То есть непонятно, завтра скинут новое скилл 3, обновленное под следующий патч, но билды строить на основании новых вещей тупо нереально, потому что не знаю, что это за вещи. Там какие-то 2 или 3 показали, но это смешно. Далее у нас 5 новых бродячих изгнанников, но эта инфа была. Новый уникальный ларец, это в общем-то тоже была инфа, поэтому 4 годальные карты нам уже показывали. Далее 25 новых великих мастеров. Ну прикольно, некоторых поменяли, ну не знаю, то есть это то же самое, только перемешано по-другому. Далее у нас после завершения заданий Сиосы и заданий, которые открывают соответствующие уровни камней, теперь вы сможете купить у него все камни награды за выполнение задания. Ну все камни просто в одного NPC-шника затолкали. Ну прикольно, наверное, в целом. Те, кто там в Fortify хочет себе взять, можете спокойно к нему сходить и купить. Так, ладненько, в окне купить у торговца теперь можно искать и выделять предметы по ключевому слову. Не знаю, кто по ключевому слову будет у торговца что-то покупать. Непонятно, он там ничего такого сверхъестественного не продает, но да ладно. На древо пассивных умений добавлен поиск по ключевому слову. Опять же, чуть-чуть проще будет искать пассивки. Если вам кто-то сказал, типа, тебе в билде не хватает вот такой пассивки, можете ее по поиску быстренько найти, если вы не знаете, где она расположена. Ну, не знаю, такое себе изменение. Так, друзья гильдии, находящиеся в сети, теперь сортируются по алфавиту, а друзья гильдии не в сети, по последнему времени в сети. Нет слов, короче. Далее у нас на экране друзей и гильдий добавлен поиск по имени. Ну, наверное, прикольно, вот это, наверное, полезно у кого-то миллион друзей во френдлисте, в целом панику найти будет просто. Далее у нас улучшена производительность игры, время загрузки и бла-бла-бла, ну, в общем, ни черта не поменено. Далее у нас прочие изменения. Теперь изменены, теперь предметы, упавшие на землю в областях, в которых предметы не могут находиться на земле, уничтожаются. Вот, если я правильно понял, то теперь, когда мы случайно сбросим в городе, ну, попытаемся сбросить в городе на землю какую-то вещь, нас не будут спрашивать, хотите ли вы эту вещь уничтожить или нет, она нахрен сразу уничтожится. И это полный трэш, потому что, ну, реально можно мискликнуть, просто случайно нажать не туда и вместо, например, инвентаря персонажа или вместо сундука случайно нажать на землю в городе. И у вас вещь сразу уничтожится и вы ее потеряете. Короче, взрыв мозга. Если это реально так работать будет, на какой-то черт так сделали, непонятно. Далее у нас Бури способна нанести урон игроку, теперь появляется только вокруг живых монстров. Ну, немножко попроще будет драться с такими монстрами, ну, вряд ли что-то сильно прям изменится, ну, чуть проще станет, ну, это ладно. Так, Вилорин Гроза, господи, Вилорин Гроза Демонов, наверное, теперь наносит, теперь носит набор Грозовой брони. Внешний вид малек поменяли, вряд ли вообще кто-то заметит, ну, может быть. Некоторые типы алтарей при активации теперь действуют на ближайших союзниках. Вот это прикольно, скорее всего, это будет распространяться на всякие ускоряющие алтари, там, типа, которые дают много скорости бега, которые дают спелэка халявная и все такое. Потому что, когда сейчас игрок берет этот алтарь, он становится резко быстрее всех остальных, и он может убежать за миллион километров от всей пачки и в Солянова там всех убивать. Вот, наверное, чтобы этого избежать, такие алтари будут распространяться на всех, чтобы пачки, опять же, были более сгруппированы, и у всех были одинаковые скорости бега и все такое. Далее у нас изменены эффекты расплавленного панциря и расплавленного панциря вал. Теперь якобы будет лучше производительность, короче, посмотрим. Улучшена производительность родословной отметина каннибала. Наверное, не знаю. Тут даже комментировать не могу, потому что улучшения производительности, они вроде бы есть, но они такие очень плавные, их сложно заметить. Далее у нас основные изменения баланса. На кольцах без камня теперь может появиться новое свойство, повышающее уровень размещенных камней до трех. Не знаю, кому это важно, кто пользуется кольцами, в которые можно камни вставлять, и кому прям очень важно иметь плюс 3 к левелу камней, наверное, не знаю. Я никогда этими кольцами не пользовался, даже хрен его знает, что туда поставить можно, чтобы прям очень сильно что-то поменялось. Ладненько. Так, у нас отрицающий префикс на предметах, дающий плюс 1 к размещенным камням хаоса, теперь появляется на предметах четвертого и выше уровня, вместо сорокового. Добавлено новое свойство, мятежный, дающий плюс 2 к размещенным камням хаоса. В целом, плюс 1 к левелу на четвертом уровне может помочь развиваться с камнем блайт. Если это, опять же, кому-то важно, вы можете сразу же взять себе вещь, которая имеет плюс 1 к камням хаоса, вставить туда блайт, и блайт будет на один уровень выше. Ну, не знаю. Но вот от свойства, которое дает плюс 2 к размещенному камням хаоса, вот это круто, на мой взгляд. Вот это очень сильно, и, опять же, всяких ребяток, которые играют через блайт, это сильно сделает могущественнее в этом мире. Ну, да ладно. Так, ларцы-предсказатели теперь появляются только на картах. Все клево, теперь нельзя будет их фармить где-нибудь в компании, в Дритлейке, например, или где-нибудь еще. Ну, и, опять же, по ходу компании они вам рандомно не будут встречаться. Если они вам нужны, то пойти на карты, ребятки. Свойства разбойничий на предметах с отрядов морской гнили теперь дает плюс процент урона во время действия эффекта флакона. Вместо редкости во время действия эффекта флакона. Ну, прикольно, вместо редкости дали урон, чуть быстрее будем фармить, в целом плюс на минус ничего и не дает. Свойства на редкость перекрывались возможным получением редкости на перчатках или уникальных предметах. Новая характеристика, более полезная, ценная и может представить альтернативу свойством красных сабель и морской гнили. Наверное, в целом повышение урона даст нам скорость фарма некоторую. Может быть это действительно важно, не знаю, как они это тестили, что это более полезно, непонятно. У призрачных волков им, в общем-то, немножко понизили размеры и повысили выживаемость. Вот так вот им дали побольше здоровья. В целом, прикольно, они теперь будут более стойкими бойцами. Не знаю, может кому-то это важно, опять же такое. Свойства союзники не могут умереть, больше не действуют на неподвижных монстров, например, на рассадника глаз или ракана. В целом, опять же, хорошо, потому что когда стоит такой монстр в неподвижном состоянии, его тупо убить невозможно и приходится дальше бежать. Теперь на них эта хрень появляться не будет, в целом классно. А Фавон теперь наносит больше урона в жестоком бежалостном мирах. Пропустим, ладно. Ну, типа, наверное, сложнее с ним драться будет, не знаю. Снижен урон призрачного броска монстров, поскольку урон мог быть нанесен дважды. Ну, теперь опять же, чуть проще выживать против таких монстров. Существенно уменьшены группы монстров-просперусов по причинам баланса и производительности. Наверное, вряд ли это повлияет как-то на производительность, непонятно. Ну, типа, меньше монстров на экране, проще выживать в системе. Далее у нас изменили некоторым монстрам имена. Ну, не знаю, опять же, нихрена толком не поменялось, просто по-другому их назвали. Изменение баланса умений. Так, ладненько, урон ледяного сокрушения увеличен на 13% на первом уровне. Увеличение урона с повышением уровня камня немного улучшено. Не знаю, вторая стадия наносит на 10% меньше урона. Было 15-3, а стадия наносит на 20% меньше урона. Было 30. Ну, чуть-чуть бафнули. Не знаю, вряд ли это все равно поменяет как-то сильно этот камень. Чуть сильнее стал, ладно. Первоначальный урон раскола увеличен на 40% на первом уровне. Увеличение урона с повышением уровня камня немного улучшено. Вторичные эффекты ударных волн теперь наносят 40% базового урона вместо 70%. Не знаю, как это повлияет на урон. Больше он станет или меньше. То есть, ну, в одной стадии добавили, в другой убавили. Не знаю, по-моему, ничего не поменялось. Так, урон прорыва клинков, порыва, точнее, клинков снижен на 18% на первом уровне. На 20 уровне снижен на 15%. Но, опять же, небольшой нерв этого камня. Не знаю, мне кажется, все равно он более-менее играбельный остался. И не так, конечно, приятно играть, потому что урон чуть-чуть ниже стал. Но, все равно, мне кажется, возможно. Так, радиус взрыва магмового шара увеличен на 28%. В целом, давным-давно такие билды были через этот камень. Может быть, кто-то их возродит. Но, опять же, я не очень в это верю. Теперь у живого оружия одновременно активными могут быть максимум 50 оживленных оружий. Вот это вот огромнейший нерв. Реально гигантский нерв живого оружия. Потому что сейчас можно спокойно набирать там хоть сотку. Если ты быстро убиваешь и тебе везет на белые вещи. То, в целом, хоть сотку ты спокойно набиваешь. А сейчас же такого нет. И это хреново, это плохо, дамы и господа. Конечно, билды ослабли сильно на живом оружии. Но это сделано, скорее всего, для повышения этой... Ну, чтобы улучшить производительность. Чтобы меньше было на экране разных подвижных хреновин. Тем самым, меньше нагрузка на систему была. Ладненько. Шальной удар теперь переводит 100% от физического урона в атак. От атак в случайную стихию. Не знаю, может быть, кто-то будет теперь играть. Вдруг соберется через райдера. Там есть небольшой буст элементального урона. И теперь все 100% будут повышаться. Ну, не знаю. Затраты маны выброса пламени на всех уровнях снижены примерно на 40%. Затраты маны выброса пламени в секунду. Ну, короче, такое. Чуть-чуть меньше маны будет жрать. Чуть-чуть попроще будет играть. Может быть, кому-то важно. Базовая длительность сферы буль снижена до 6 секунд. Было 10. Вот это вот... Сильный достаточно нерв. Потому что теперь нужно будет чаще ее перекастовывать где-то на боссах. И тем самым это будет немножко сбивать темп боя. Ладненько. Повышена дальность атаки... Ну, не знаю. 6 секунд, по-моему, все равно хватает. 10 уже, правда, до хера. Может, и 6 секунд вполне нормально будет. Повышена дальность атаки в ближнем бою. Поднятых зомби из 4 до 9. Дальность атаки у зомби реально стала здоровенная. Управенная. И теперь они будут хреначить, ну, так, прилично. Улучшены визуальные эффекты сотрясения зомби. По-моему, никто не заметит. Вот улучшение. Потому что ухудшение никто особо не знал. Ладненько. Радиус повыше на 25. Вот это прикольно. Теперь они ауешками будут бить побольнее. Что приведет к более легкому использованию. Ну, менее. Не знаю. Я не особо любитель некромантов и все тому подобное. Опять же, и этот... Искусственный интеллект слишком туповат. В поежке... Кому-то важно, может быть, типа, если кто-то будет играть через зомби. Это приятно. Тут достаточно много плюшек для зомби сделали. Расчетливый удар теперь дает... Дает 75 увеличение длительности укрепления на первом уровне. Было 50. Короче, ничего не поменялось. Не знаю. Такое. Спешка. Вал теперь дает 25% скорости атаки. 24% скорости сотворения. 10% скорости передвижения на первом уровне. Снижено с 30, 29 и 14 соответственно. На самом деле, это сильное ослабление валхейста. Поскольку теперь ты будешь не такой быстрый. Поэтому карты фармить будет немножко не так приятно, как раньше. Дисциплина вал больше не дает дополнительного энергощита. Теперь, в целом, ее можно использовать только ради восстановления щита и не для чего больше. Не знаю. Но вот это сильный нерф, на самом деле, этого камня. Потому что где-то он помогал ваншот переживать. Там от лишних 2000 щита. Где-то мы могли и не умереть лишний раз. А здесь, конечно же, теперь такого нет. Теперь он, в общем-то, заряжается только, чтобы обновить наш щит и все. Теперь одновременно активным может быть только один вихрь клинков. Вот этот нерф очень давно напрашивался. Поэтому ничего удивительного. Как это работает? Сейчас можно сделать, например, если играешь на Блэйт Вортексе, можно сделать один Блэйт Вортекс в шестилинке, чтобы он наносил основной урон. А второй камень Блэйт Вортекса взять, например, для генерации Пауэр Чарджей. То есть взять второй Блэйт Вортекс, залинковать его в другой вещи с камнем Пауэр Чарджа на Критикал Страйкс. И все. И у вас будет как бы параллельно работать два разных камня Блэйт Вортекса. Но за счет одинаковой механики у того и того, они будут съедать одни и те же заряды. Теперь, соответственно, если вы будете точно так же делать, наверное, если вы раскрутите шестилинк вихрь клинков, несколько зарядов, а потом используете другой вихрь клинков, который вам должен генерировать Пауэр Чарджи, то все первые стаки, все точнее стаки от первого камня сбросятся. Наверное, это так теперь будет работать. Это сильный нерв, реально огромнейший. Но сейчас мало уже кто играет вихрь клинков, поэтому особо будет незаметно. Но реально нерв очень сильный этого камня. Так, изменение баланса древа умений. Это давайте все завтра обсудим. То есть здесь очень много пассивок, которые, в общем-то, поменяли. Надо смотреть на саму ветку, потому что где-то там взяли и лишние пути добавили к разным пассивкам, где-то их поменяли местами, где-то что-то с чем-то скомпоновали, поэтому здесь нужно наглядно на все это смотреть. В целом, хп-шные билды, которые внизу ветки находятся там от слейра и ниже, от этого от дуэлиста и ниже, там есть пара приятных новых путей. Вот, поэтому это все нужно показывать наглядно, чтобы реально было понятно и никаких, в общем-то, вопросов не осталось. Поэтому здесь мы пропустим. Наверное, это обсудим уже завтра и к этому вернемся. Так, ладненько. Изменение баланса свойств карт. Свойства карт ржавчины теперь имеют на 20, 25 или 30 меньше брони на низких, средних и высоких уровнях карт. Соответственно, было 30, 40, 50. Я что-то не помню, о чем вообще тут говорится. Of Rust. Я не помню, что это за мод. Сорян, ребятки. Ничего тут прокомментировать не могу никак. Так, свойства карт парчоустойчивые. Теперь имеют на 40 и 60 меньше эффект от проклятий. На средних и высоких уровнях снижено с 50 и 75. Но теперь у нас проклятия будут немножко сильнее работать против таких монстров. Это приятно. В целом, кто играет через два проклятия, теперь ему будет проще. Там, например, каким-нибудь слэером, с квейком, да, через temporal chains и vulnerability или каким-нибудь essence drain. То есть, ну, не знаю. Теперь Contagion бафнули по области действия. Опять же, проклятие тут немножко. Эффект проклятием добавили сквозь этот мод. Поэтому essence drain чуть-чуть поприятнее будет играть. Так, ладненько. Низкоуровневые порчоустойчивые камни. Карты, точнее, не изменились. То есть, изменен только на желтых и красных картах. Аффикс. Свойства карт засухи теперь имеют 30, 40 и 50 процентное уменьшение получаемого количества зарядов флакона на низких, средних и высоких уровнях карт, соответственно. Было 20, 25, 30. Теперь играть на фласках еще сложнее, потому что зарядов резко меньше дается. Поэтому в целом, кто делает билды зависимые на банках, вам нужно это учитывать, потому что реально в банке будет намного сложнее зарабатывать теперь. Так, ладненько. Изменения баланса самоцветов с порогом действия. Основное, конечно, изменение это то, что вам нужно теперь 40 статов вместо 50, как было раньше. И реально это делает много более широкий выбор мест, куда можно ставить тот или иной джевел. Потому что очень много мест, где есть 40 статов. Но вот еще плюс 10, вот где-то рядышком, ну тупо нет. Ну просто вот такая ветка, так она сделана, так она построена, что ну нет рядом нигде. Поэтому теперь именно за счет того, что снижено до 40, реально выбор таких мест резко больше. И билды строить, ну на таких джевелах реально проще. И опять же огромный плюс того, что теперь не нужно брать те статы, которые важны для этого джевела. Главное, чтобы эти статы просто рядышком были. То есть, например, если вам крайне важна сила, а вы используете джевел, который активируется только от ловкости, то теперь вы можете пройти к джевел сокету через силу, и рядом просто может быть некий набор ловкости. Или там ловкость, сила та же самая. То есть, теперь не обязательно брать именно тот стат, который нужен для джевела. Это клево. Главное, чтобы он тупо рядом был. Уникальный самоцвет с порогом Стальной Дух теперь имеет 5% увеличение урона снарядов призрачного броска за каждое попадание по врагу. Steel Spirit, Spectral Throw. Но это прикольно. То есть, в целом, Spectral Throw стал еще сильнее. Чуть-чуть. Ну, это, конечно, не прям вау, но что есть. На самом деле, в новых реалиях с новым изменением области действия Spectral Throw станет очень крутым камнем. Он и сейчас-то был неплохим. Элементальный Spectral Throw через этого. Через райдера, да, хова билд, я думаю, все знают. То есть, теперь за счет того, что АУЕ-шку порезали, Spectral Throw будет еще круче. Потому что он зависит от ускорения Проджектайлов. И от АУЕ никак вообще не зависит. Так, уникальный самоцвет с порогом Быстрое Расширение теперь имеет 35% увеличение угла сотрясения. Также самоцвет теперь имеет 25% шанс даровать заряд выносливости при оглушении врага сотрясением. Максимум 3 самоцвета. Не знаю, если кто-то играет сотрясением, это круто, наверное. То есть, теперь можно АУЕ-шку побольше сделать, ну, угол увеличить. Тем самым вы будете бить побольше площади. И халявные заряды выносливости на станах врагов. Ну, наверное, важно. Не знаю, я давно не видел, чтобы через этот камень вообще играли. Так, уникальный самоцвет с порогом умножения страданий при нанесении удара ударом гадюки. Имеет 10% шанс даровать нечистивое могущество. За каждый заряд яд на враге. Вот это, в целом, очень крутое усиление вайперстрайка. Но, ребятки, что-то как-то мне уже не особо хочется вайперстрайком играть, потому что я так почитал все патчноуты, и реально полная помойка. Поэтому, в целом, если бы еще что-то вайперстрайку добавили, он был бы крутым, а так как-то такое. Ладненько. Уникальный самоцвет с порогом стражи духа теперь позволяет оживить до 8 оружий дальнего боя. Максимум 2 самоцвета. Я не знаю, раньше он позволял что-то там из дальнего оружия поднимать или нет. Непонятно. Ну, прикольно. То есть, вы можете в целом поставить 2 джевола таких и 16 орудий дальнего боя поднять. Они будут с вами драться. Вряд ли кому-то важно было. Ну, да ладно. Уникальный самоцвет с порогом пылкий охват. Ой, пылкий ответ, простите. Максимум 2 самоцвета. Что это вообще за самоцветы? Я не знаю, что они делают. Ну, в общем, просто вам говорю. Так, самоцвет с порогом бдения теперь дарует вам и ближайшим советникам эффект укрепления на 20 секунд. Я, опять же, никогда не пользовался этим джеволом. Наверное, это очень круто. Так, неутолимый голод. Теперь дарует призракам получить эффект пожиратель душ при убийстве. Давайте вот это вы, короче, сами прочитаете. Я вообще не знаю, что это за джеволы. Даже прокомментировать не могу реально. А прочитать вы и сами можете. Давайте я вот так вот вам... Вот так вот это выделю. Поставьте на паузу, почитайте, если это кому-то очень важно. Я процентов, наверное, 80 из всего, что здесь написано по джеволам. Я даже знать не знаю, что это за джеволы, каким они камням и что они вообще делают. Так, изменение баланса оружия. Базовый урон всего одноручного оружия был увеличен. Ну, такой... Не, на самом деле тут нифига не так. Так, урон низкоуровневого оружия с низким шансом критического удара и оружие с низкими показателями собственных свойств был увеличен на большее значение. В целом, они чуть-чуть пытаются увеличить полезность одноручек, но у них ни черта, опять же, не получится. На 10% увеличены значения модификаторов добавленного физического урона на одноручное оружие. Ребята, это можете даже не рассматривать вот это вот за какое-то увеличение, потому что полный трэш... В общем, ни хрена они не переделали так, чтобы одноручки стали топовыми. Все равно двуручки будут тащить. Скорректированы шансы критического удара на оружие. Большинство значений шансов были уменьшены на базовых типах, которые могли иметь больше 6,5 базового шанса критического удара. То есть, соответственно, теперь у нас нет вещей, которые обладают высоким шансом крита базовым. Им всем этот крит порезали к херам до бесполезного. Ну и самое смешное, что они сказали, якобы, изменение расширит выбор типов оружия для персонажей, играющих через критический удар. Типа они порезали сильные критические удары и мотивировали это улучшением набора вещей, из которых можно будет выбрать. То есть, ну, увеличением, точнее, набора вещей, из которых можно будет выбрать для таких билдов. То есть, лучше бы они те вещи, которые не дотягивали до топовых по критическому удару, они бы их усилили. И тогда бы они сделали то же самое, но в лучшую сторону. А так они сделали ту часть, которая была полезной, бесполезной и все. И теперь одноручками играть вообще бессмысленно. Скорость атаки двуручных мечей была повышена на 1 десятую атак в секунды. Для соблюдения баланса их базовый урон был уменьшен. Ну, то есть, это никак не повлияло на урон в секунду наносимый, но теперь он наносится немножко по-другому. Теперь мы разово с одной тычки наносим чуть меньше урона, но мы этих тычек наносим чуть больше в секунду. Вот. И тем самым урон в целом не поменялся. Благодаря этому изменению двуручные мечи имеют самую высокую среднюю скорость среди всех типов двуручного оружия. Если говорить про вайпер страйк, вот если все-таки делать вайпер страйк, забудьте нахрен про ассасина. Все, ассасина не существует. Никакого бину, вот всего того, что я там рассказывал, все забудьте. Если и делать хоть какого-то вайпер страйкера, делать тупо через слейера, брать в руки меч с шейпера и вкачивать пассивку на халявный мили сплэш у слейера. В целом это, наверное, единственный путь адекватного вайпер страйкера будет в лиге, реально. Никакой там криты, никакие, все к херам забудьте, вкачиваете РТ, берете, опять же, бафнули немножко скорость атаки, но это смешно, конечно, но чуть-чуть бафнули. То есть теперь со Старфорджа будет немножко больше атак в секунду, вот, и соответственно будет чуть-чуть больше на большом промежутке времени накладываться зарядов яда с вайпер страйка. Не знаю, я, короче, если делать билды через слейера, то все билды через слейера, они строятся на двуручном оружии, типа Старфорджа или топора с Убер Азири и Косприс Уилла, который накладывает поизон при ударе. Но использовать вайпер страйк вместе с Косприс Уиллом бессмысленно, потому что не будет двойного наложения поизона. Один с вайпер страйка, другой с Косприс Уилла. В общем, не знаю. Короче, по-моему, проще играть у Сквейком каким-нибудь с топором Убер Азири, как и раньше, и не париться. В общем-то, не знаю, вайпер страйк как-то мне уже не очень хочется его делать. Большинство одноручных и двуручных мечей теперь дают дополнительный показатель меткости, как собственное свойство вместо процентного увеличения меткости. В целом, наверное, это упростит набор меткости, потому что если у вас базовой меткости мало, то даже если у вас миллион процентной меткости, увеличения в процентах, то вам тупо нечего увеличивать. Поэтому, наверное, с таким изменением будет немножко проще без резолют-техники набрать большой шанс попадания вашей атаки по врагу. Снижено значение собственных свойств кинжалов. Теперь кинжалы дают чуть меньше крита. Изменение будет автоматически применено на существующих версиях кинжалов. Ну, не знаю. Теперь еще хуже играть критовыми билдами. То есть это еще более отталкивает от билда на бино, от какого-то билда на каком-то рарном кинжале. Ну, короче, еще хуже теперь стало играть критовыми билдами. Не знаю. Наверное, это как раз было и сделано из-за вайпер-страйка, чтобы не было дичайшего наложения яда, ну, урона ядом, то есть скритов и все тому подобное, потому что он еще и стакается бесконечно. То есть, ну, не знаю. Теперь играть реально проще всего, вот в следующей лиге проще всего будет играть тупо двуручками. Это всякие элементальные фаер-клоны, то есть эти райдеры с полностью огненным уроном, с петухом и амулетом ксофа. Это всякие эсквейки с дисфейва и косприсвейлом, всякие там старфордж плюс косприсвейл лассирейты и вот все тому подобное, что и так уже было, что базировалось на двуручках и тащило и раньше. То есть, не знаю. Я планировал вот перед всеми вот этими патчноутами, я как-то думал, что они планируют сделать билды с вайпер-страйком крутые, реально очень крутые. Единственная надежда, которая у меня остается на вайпер-страйк, это уникальные вещи, вот 12 уникальных вещей, которые они добавили. То есть, может быть, там есть какая-то очень крутая пушка под вайпер-страйк, которая резко все поменяет в моих глазах. Но не знаю, пока что это вот все, что здесь написано, меня резко отталкивает от игры вайпер-страйком. Так, низкоуровневые когти теперь дают здоровье за удар, а не похищение здоровья. На самом деле, вот это клево, теперь проще левелиться когтями, потому что на низком уровне бессмысленно... бессмыслен процент лайфлича. Он нихрена не делает. Вы наносите там писечки урона, и вам ничего не возвращается. В то время как здоровье за удар, вам там сразу полбанки здоровья. Если вы в пачку бьете с милисплэшем, например, вам сразу вся эта полбанки или вся банка здоровья восстанавливается. Особенно если с фростблейд сыграть вначале, то это вообще красота. Ты бьешь одного врага, там разлетается еще по пятерым, и у тебя с шести целей восстанавливается хп. Теперь реально когтями левелиться проще намного. Кошачья лапа дает 8 здоровья при нанесении удара, истертый костет 19 здоровья, а пугающий коготь 22. Ну это клево, да, это реально проще стало намного левелиться через когти. Так, когти маракетов, двойной коготь, парный коготь, близнец, получили гибридное свойство на ману и здоровье, поскольку теперь они дают больше здоровья за удар. 15, 28 и 38. Чего? Где там маракет это? А, вот. Так, маркет, лавбейс, она ухо себе вредлайф, и ману он хитвайлос, и здесь она ухо... Ману он хитвайлос. Не особо понимаю, наверное клево. Но в эндгейме все равно мало что изменить. Ладно. Шанс наложить кровотечение был повышен на мечах маракетов. Использование божественной сферы, чтобы обновить все изменить. Вот. В целом, опять же, если говорить про меч маракетов и вайперстрайк, можно попытаться, наверное, что-то сделать через слейера, через этот меч, который накладывает блид, и тем самым взять еще внизу там под дуэлистом шанс наложения блиды и все такое, и в целом сделать билд на двойном доте. Но, опять же, непонятно, какое пузо в таком случае брать, потому что косприсвилл вроде бы отличный вариант. Он дает второе проклятие, он дает, в общем-то, наложение проклятий сквозь хикс пруф, но нахер не нужен, потому что мы и так с вайперстрайком бегаем. Ну, в общем, не знаю, ребятки. Я подумаю еще насчет вайперстрайка. Такое. Шпаги, которые давали множители критического удара, теперь дают плюс к множителю критического удара. Ну, чуть больше. А, нет, вру, даже меньше. То есть, шпаги уменьшили по критическому удару. Используйте божественные сферы, чтобы обновить существующие версии до новых значений. Ребят, используйте, у вас будет меньше критического удара на оружие. Обязательно используйте. Всем рекомендую. Одноручные булавы теперь дают снижение порога оглушения вместо длительности оглушения. Это прикольно. То есть, теперь застанеть врага с одноручной булавы будет проще. Опять же, это хорошо в связке с сотрясением. Там дается заряд выносливости, если вы оглушаете врага. А вот с этим вот имплектом вам становится проще оглушить врага. Тем самым вы быстрее и легче зарабатываете заряд выносливости. Если вдруг кто с сотрясением решил играть. Шанс блока увеличен на всех посохах. Это клево. Тоже классно. Теперь проще выживать будет. Если раньше посохи имели значение 12-18, то теперь они будут увеличены с 18 до 20. Используйте божественные сферы, чтобы обновить. Ну, вот здесь вот есть смысл божественную сферу кинуть. Реально. Чуть-чуть больше блока. Немножко проще выживать. Особенно вот если у вас 12-процентный станет 18, реально заметно будет. Так. Изменение баланса области действия. Но об этом мы все уже читали. Поэтому это мы все пропустим. В прошлом видео про область действия можете посмотреть точнее это видео. Там подробно вообще обо всем я этом рассказывал. Камни поддержки. Рассказистый удар. А, ну это да. Это опять же милисплэш. Это все то же самое про области действия. Устатичного разряда. Ля-ля-ля-ля. Это поля. А, вот. Изменение умений восхождения. Нестабильные боеприпасы. Снайпер. Нет, давайте на английском это почитаем. Я не особо понимаю, о чем вообще идет речь. Дэдай. Ага. Дает увеличение области действия на 50%. Если кто-то лучниками играет, знает о какой пассивке идет речь. Endless munitions. Наверное клево. Не знаю, я лучниками вообще никогда не играл. Так. Импакт этого слейера. Это пассивка, которая как раз со сплэшем. Теперь она дает больше увеличение области действия в процентном соотношении, чем раньше. И пассивка, которая маленькая перед сплэшем. Она тоже дает больше в процентном соотношении, чем раньше. Но с изменением механики, итоговая область действия, наверное, все равно ниже. Потому что сейчас эти пассивки действуют на радиус, а теперь они будут действовать на область действия всю. Вот. Опять же, в видео про область действия я говорил, как это все будет работать. Поэтому теперь, если вы берете пассивку со сплэшем и будете играть с вайперстрайком, наверное, чуть меньше, чем раньше будет область действия. Ладненько. Так. Просветленная набожность нейрофанд. Теперь дает 40% увеличение области действия. Но это, опять же, все, в общем-то, изменения области действия, которые были, да, они изменены с радиуса на всю область действия. То есть здесь тоже ничего нового. Все предметы увеличения радиуса теперь дают увеличение области. А, ну, это мы все тоже читали, в общем-то. Изменение уникальных предметов из прошлых лик. Так. Используйте божественные сферы, чтобы обновить свойства на предметах. Ласково. Ау. Уу. Прям ласка. Давайте посмотрим. Валкар. Я даже не знаю, что это такое. Сопротивление холоду повышено до 40. Максимум здоровья повышен. Ля-ля-ля. Тополя. Хрен его знает, что это такое. Давайте хоть посмотрим, что это за вещь вообще. А то как-то нам так рекомендуют. А что это такое, непонятно. Перчатки какие-то. Плюс 2 к вставленным вал камнем. ХП. Колдри. Санслот. Когда используете вал скил. Если кто-то через вал скил играет. Опять же, это лига амбуш. То есть, точнее, амбуш инвеншн. Теперь можно будет открывать в новой лиге вот эти вот лиговые аффиксы. И добавлять эффекты этих лиг на карты. То есть, эти перчатки выбить несложно. Если кто-то вдруг будет каким-нибудь вал с парком играть. Наверное, вам это важно. Ладненько. Так. Китобой и морской гнили. Господи ты боже мой. Теперь имеют увеличение скорости бега на 25. Максимальный Energy Shield Mod. Теперь, короче, увеличена скорость бега с этих ботиночек. И дает щита побольше. Вот это, кстати, вот этими много кто пользовался. Вот этими ботиночками. Опять же, это баф эсэнс дрейна. Вот серьезно. Projectile Damage, он крайне хорошо работает для эсэнс дрейна. И, соответственно, теперь будет, опять же, больше щита даваться. Поэтому здесь... Ну и опять же, если вспомнить про Contagion, что ему области действия добавили. Это реально баф эсэнс дрейна такой неплохой. Вот. В целом, вот эти ботиночки для эсэнс дрейнеров стали еще более полезными. Так, далее у нас... Ля-ля-ля. Вот это какая-то вещь. Увеличение. Значит, скорость бега на 25 увеличена. Critical Strike Chance для спилов увеличен до 50-70. Что это такое за вещь? Я вообще... Давайте просто будем смотреть. Так, Confector Chilled Ground, Increase Move Speed. На 5% Move Speed повысили. И Криты чуть-чуть повысили, да? До 50-70. Не знаю, кто, если пользовался этими ботинками. Я вас поздравляю, они стали чуть сильнее. Я никогда вообще ими не пользовался. Так, значит, здесь у нас шанс наложения шока до 10. Ага, ага. И увеличен дэмэдж против врагов под шоком. Далее у нас что идет? Что это такое вообще? Кольцо. Увеличен шанс наложения шока вместо 5 до 10. И увеличен урон вместо 20... По-моему, 40, да? Да. Вместо 20 урона молнии здесь будет 40 урона молнии. То есть, в целом, может быть, кто-то будет использовать это кольцо, которое было в лиге Bloodline. Опять же, теперь его можно спокойно выбить в Legacy League. Может быть, кто-то на Валспарк будет использовать... Не знаю. А, нет, подождите. Увеличение урона, а не Lightning Damage, да? Increased Damage. То есть, это будет вот это увеличение. Вместо 15 будет 40. То есть, не вот это будет увеличено, а вот это я перепутал. Поэтому здесь оно будет чуть сильнее даже. Ну, прикольно. То есть, может, кто-то будет использовать для того же самого Вал. Спарка, или, может, обычного Спарка, не знаю. Так. Здесь что у нас изменили? Увеличен колд дэмэдж с 25... А, нет, до 25-30. Что? Колд дэмэдж, вот, increased. А, вот, increased колд дэмэдж с 10-15 до 25-30. Ну, неплохо. Неплохо. Далее у нас увеличение... Добавочный, точнее, урон молнией увеличен с 1 до 50-70 для атак из пылов. Вот здесь вот будет от 1 до 70 разброс теперь. А, нет, до 50-70 разброс. То есть, вот это кольцо тоже стало сильнее. Оно, опять же, лиговое. Доминейшн Немезис. Кто-то, если вдруг будет его использовать, оно тоже стало сильнее. То есть, в целом, они, короче, апают так неплохо лиговые шмотки, чтобы они стали более полезными. Ну, неплохо, неплохо. Далее, теперь... Ха-ха. Ага... Against Shocked Enemies. Смотрите, ребята. Теперь, короче, это кольцо будет давать еще и лич не против замороженных врагов, а против врагов, которые находятся под шоком. Будет лич хп. Лич маны будет от врагов, которые были заморожены. То есть, поменяли местами вот эти вот аффиксы. Ману применили вот к этому аффиксу, а хп применили вот к этому аффиксу. Прикольно, в целом. Поменяли местами. То есть, теперь, если кто-то вдруг будет играть с парком без кольца, который конвертит электрический урон в холодный, вот это кольцо тоже неплохо будет заходить. То есть, Lightning Damage еще в преддверии с прошлым кольцом, который я показывал вот с этим. То есть, в целом, тоже неплохо будет работать. Вы будете и хп личить себе, и все такое. Ну, прикольно. Связка колец неплохая. Так, ладненько. Берк пасс. Что это? Я никогда не играл вот в этих лигах, в старых-старых, поэтому я даже не знаю, что это вообще за вещи. Доминейшн Немезис лига. Что тут у нас? Увеличен. Файр дэммэдж с 25-30. Так, до 25-30, значит. Файр дэммэдж с 10-15 до 25-30. Опять же, немножко увеличен урон. Добавочный урон холодом увеличен до 20-25, 30-30 к атакам из плам. Ну, опять же, колд дэмэджа больше. Ну, то есть, чуть-чуть они бафают все вот эти похожие кольца. Не знаю. Они, конечно, поприятнее стали, но такое. Далее у нас здесь что поменялось? Не дает шокет граунда, когда вы получаете урон. Ага. То есть, вот этого теперь не будет. Нет, в руне этого. Или этого. Так, еще раз. Ля-ля-ля, крейс шокет граунд, ван хит, это 10 шанс. Дакона не дает. А, вот, вот это вот. То есть, теперь он будет давать 10% шанс вместо 5%. Не знаю. Вряд ли это что-то поменяет. Так, теперь дает триггер спелл. Колд шок граунд. Ага. А здесь это есть. Прикольно. Теперь он, короче, еще и триггер спелл дает, но непонятно, когда он действует. А, когда вы получаете урон. То есть, в целом, когда вас бьют, создается шок граунд под вами. Ну, наверное, прикольно. Не знаю. Ага. Теперь не дает халявное проклятие. Да, теперь вот этого не будет. Халявного проклятия. Вместо халявного проклятия будет наложение шока. Шок граунда. И. Теперь дает 20% шанс наложить проклятие. На врагах, на которых проклятие не висит. То есть, вы вместо того, что при ударе накладывали рандомное проклятие. Теперь будете накладывать какое-то, опять же, рандомное проклятие. Но оно не будет обновляться. То есть, вы его наложили. Оно висит. Пока оно не сбросится. Новое проклятие не будет наброшено. Ну, не знаю. Такое. С 20% шансом вы любое проклятие кидаете. Если вам повезет, вы кинете какое-нибудь полезное. Но, не уверен. Рич оф зе консул. Вот это, на самом деле, сильное изменение. Лука, совета. Теперь дает 2 стрелы вместо 4. И. Короче, его угробили вообще в ноль. Мало того, что ему урон снизили изначально. Он, в общем-то, давал нам неплохо урона. В самой первой версии. 4 дополнительные стрелы. Потом ему физ урон порезали. Он стал меньше урона давать. Но при этом хотя бы 4 стрелы оставили. А теперь еще и 4 стрелы отняли. Он будет, в общем-то, теперь только 2 стрелы давать. Короче, угробили вообще напрочь этот лук. Может быть, как раз какой-то новый лук они введут. Там же 12 новых предметов. Может, какой-то новый супер лук будет. Не знаю. Так, ладненько. Давайте дальше по-русски почитаем. Чтобы понятнее было. Использование божественной сферы на следующих предметах не обновит их свойства. Если вдруг вы где-то хотели использовать божественную сферу, вот почитайте. Ни хрена не будет изменено. Но тут много вещей. Я не буду на этом останавливаться. Не знаю, если это кому-то важно. Стопоните, почитайте. Так, прочие изменения уникальных предметов. Используйте божественные сферы, чтобы обновить свойства. Здесь вот, опять же, список предметов уже наоборот. То есть, те, которые можно изменить. Опять же, почитайте, если это вам важно. Тут их реально дохренище. Если сейчас все это читать, то это забей. Так, на следующих предметах не изменит их свойства. Это мы тоже, опять же, миллион предметов. Новые свойства Заны для лиги наследия. Вот это вот интересно. По-моему, здесь говорится о том, что поскольку мы можем открыть теперь любую лигу, то нет смысла в Зане добавлять в мап-девайсе разные лиги. Потому что они и так будут открываться постоянно. Теперь, вместо этого, на разных уровнях Заны будут открываться другие моды. Вот они здесь перечислены. Например, за второй уровень здоровья монстров 1-2 сферы хаоса. На 20-29% больше здоровья монстров. 14% увеличение количества находимых предметов на этой карте. 7% повышение редкости находимых предметов. Дополнительные тотемы. 2 сферы хаоса. Непонятно. То есть, здесь 1-2 сферы хаоса, рандом какой-то, а здесь 2 сферы хаоса. Или, может, здоровье монстров 1 имеется в виду первый уровень здоровья монстров за 2 сферы хаоса. То есть, наверное, это на выбор будет непонятно. В области много тотемов. 12% увеличение количества находимых предметов. 6% увеличение редкости. Ну, в общем, теперь у нас на каждом уровне Занки будет какой-то определенный эффект. Вы можете посмотреть. Самое главное, что здесь написано, это то, что нельзя на ту карту, на которой и так наролен какой-то мод, добавить этот мод повторно. То есть, например, если у нас есть на карте уже увеличение здоровья, вот, например, вот это, больше здоровья монстров. Если у нас в аффиксах карты есть такой мод, то когда мы накинем вот этот мод на карту, мы получим увеличение количества находимых предметов, мы получим повышение редкости находимых предметов. Но при этом повторно второй раз здоровья монстров увеличено не будет. Поэтому, если где-то это для вас важно, то прикольно. Смотрите, вот, например, если вдруг вам не хватает монстров иномирья, можете монстров иномирья запихать. То есть, реально здесь много интересного, можно почитать. Самое главное, что нужно помнить, это то, что если карта и так чем-то усилена, то повторно усилена она этим не будет. Можно на халяву себе повышать количество ралити и квантити. Далее у нас сброс очков пассивных умений, но это опять же сброс ветки, как и всегда. И исправление ошибок. Немного багов тут нашли, исправили. Наверное, клево. Я видел один баг, когда у Pathfinder пассивка не работала в Ascendancy и все. Больше я ни разу вообще с багами не сталкивался. Где они их находят, непонятно. Вот, ну да ладно. В общем-то, на этом у нас экскурс такой в патчноуты окончен. И, не знаю, ребятки, если вот так говорить, реально сейчас сильными билдами остались билды на двуручках, которые так тащили. То есть, двуручки с резолют техникой, всякие циклоны, плюс квейки. Хоть там и области действия намного меньше, но они по урону, они все равно хреначат так же. Всякие там лассерейты со старфорджами. Каэти, билды, которые основаны на праджектайлах. Это Этериал Найфс, это Спектрол Троу и тому подобное. Они будут тоже тащить. То есть, опять же, фэрбол будет неплохо заходить. Потом у нас сильно апнуты Сенс Дрейн. Ну, не сам Сенс Дрейн, а плюшки, которые используются Сенс Дрейном, они понемножку, понемножку, по кусочкам везде апнуты. И реально Сенс Дрейн станет еще более приятным для игры, особенно на старте. Что еще такого сказать? Апнули сильно, апнули зомбарей. То есть, в целом, кто раньше играл постоянно через этих... Через Спектров, теперь, может быть, изберет путь зомбарей и будет играть через зомби. Не знаю, я Некромантами никогда не играл. Ну, я играл Некромантами, но я их никогда не любил. Поэтому для меня даже сложно сказать, это как-то очень важно, изменение или нет. Наверное, если зомбаки станут вообще раздирающими машинами, это клево. Но в целом, если ничего толком не поменяется, все также и будут играть Спектрами. То есть, зомбарей бафнули, но, может быть, не настолько, чтобы все от Спектров отказались. Поэтому посмотрим. Вот. Не знаю, насчет Вайперстрайка у меня сложилось теперь очень такое двоякое мнение. После вот этих патчноутов, когда я их прочитал и вам, в общем-то, все рассказал. Играть Вайперстрайком возможно только через Слеера. Потому что, реально, нужны двуручки, нужны антистаны, если играть на ХП. Вот. И все тому подобное. Поэтому бил через Слеера. С резолют-техникой. В целом, даже, не знаю, наверное, такой вариант критовый. Делать Вайперстрайк толком уже не получится. В общем, как-то вот так вот. В целом, одноручки угробили, мне кажется, вообще в нулину. Ну, и так-то они были не особо сильными и не особо много людей играло одноручками. Но посмотрим. Может быть, они введут какую-то очень сильную одноручную пуху. Вот из этих 12 уникальных вещей новых. Может быть, какая-то там одна, какой-то один меч будет, который прям вытащит Вайперстрайк. Для меня, по крайней мере, из такого двоякого положения. Реально, чтобы в целом так произошло, там, наверное, должен быть какой-нибудь охренительный физический урон. Просто невероятная базовая скорость атаки. И, ну, и, в общем-то, этого вполне хватит. То есть, даже количество критов не особо важно, потому что можно и не критовый билд сделать. Вот. Если там такого какого-то не будет супермеча, то в целом я, наверное, буду что-то другое делать, а не Вайперстрайк на старте. Поэтому все. Всем всего доброго. Посмотрим, какие вещи добавят. Надеюсь, их покажут до лиги, а не во время лиги мы будем по ходу лиги узнавать. Вот. Ну, а так, на этом все. С вами был Шоки. Всем всего доброго. Пока-пока.